Дорогой Владислав, как у тебя дела после прошлой встречи? Замечательно, чувствую себя лучше не бывает. Слушай, ты знаешь, что люди могут подумать, что мы с тобой сговорились, и ты вот так мне излюблено соотвечаешь? Нет, мы не сговорились, могу обещать это. Ну хорошо, я тебе сегодня скажу, как сделать так, чтобы исполнялись желания и мечты исполнялись. Потому что каждый человек мечтает о чем-то, но не всегда знает, как сделать так, чтобы на самом деле мечты исполнялись. Дело в том, что я вот немножко коснулся в прошлый раз, что когда я мечтал о том, что я буду рисовать на фоне левитационных приемов, вдруг в какой-то момент у меня исчезло всякое сомнение, что я могу быть художником. Да, то есть если человек делает сначала раскрепощение, ну например, подбирает действия, которые ему подходят, там потрясся немножко, снял зажимы, там поделал там бой с тенью, там или поплавал, подбирал те приемы, которые ему подходят, раскрепостился, а потом начинает делать левитационные движения, мечтая о желаемом. Ну например, я мечтал, что я буду рисовать так, что все будут приходить и дивиться, какой я диво я создал. А потом я вдруг почувствовал, что блок исчез. И стал рисовать, и первую выставку сделал через год. А вот когда я сыну своему, Алену, он сейчас психолог уже давно, но я ему тогда сказал, Ален, давай через год выставку сделаем. Он говорит, папа, мы же рисовать не умеем. А мы сделали, а мы сделали, и теперь он член Союза художников, и я член Союза художников. И у нас много выставок было. Но это только на примере выставок. А так можно же делать по любому направлению. Каждый человек имеет какие-то мечты. Поэтому еще раз повторяю, алгоритм такой. Сначала делаешься, ну, раскрепощаешься, снимаешь зажатости, зажимы, разгружаешься, как бы, потом делаешь левитационные приемы, и на этом фоне мечтаешь о желаемых переменах в себе и в будущем. Ну, у тебя же есть какие-то мечты. И вот ты вот сдашь экзамены, потом ты будешь чем-то заниматься. Ну, вот какие-то мечты есть же, да? Конечно. Там надо покруче. Надо дерзкие мечты. Надо поднимать планку цели так высоко, чтобы включались внутренние ресурсы. Потому что, когда человек мечтает о маленьком, там энергия и не нужна, она и не включается. Поэтому, делая левитационные приемы, ты просто берешь и начинаешь мечтать о желаемых переменах в себе и в будущем. Ну, так мечтаешь, как ты бы в душе мечтаешь, вот как ты бы в душе обычно мечтаешь. По-настоящему. И ты заметишь, что в какой-то момент у тебя пропадает сомнение, что ты этого можешь достичь. И вот тогда начинается действительно, интуиция начинает подключаться, и ты начинаешь чувствовать, понимать, ощущать, как добиться своих мечтаний. Как исполнить свои желания. Да, и у тебя появляется путь. И ты начинаешь совершать поступки, соответственно, своей мечты. Вот это очень интересное явление. Ты знаешь, великие люди на самом деле так и делают. Они мечтают, даже не думая об этом. И для них это настолько естественно, и ты великий человек. И все мы великие люди в потенциале. Просто мы очень часто себе не даем мечтать. Да, особенно женщины, знаешь, они тем обладают. Они думают вот так иногда. Некоторые, некоторые, не все, конечно. Они думают, а что мечтать, а толку-то что? Ты представляешь? И они себя блокируют. А на самом деле в процессе мечтания миллиарды клеток мозга начинают синхронизироваться. И это нужно не только для того, чтобы цели исполнялись. Это вообще нужно для здоровья. Человек должен мечтать. Иногда он понимает, что сегодня обстановка, допустим, не такая, не те условия там, не те обстоятельства. Но мечтать надо в любом случае. Вот видишь, как интересно. Задавай вопросы. Вы сказали, что в какой-то момент, когда вы применяли эти упражнения, у вас ушел блок. А как вы это почувствовали? Какое это чувство было? Это ощущение было, ну, хочешь рисовать, рисуй, кто тебе мешает. А до этого у меня было ощущение... Вот я любил в детстве рисовать, как все. Но то, что я буду художником, мне в голову не приходило. Потому что я знал, что вот, например, мой друг Юра Августович, его папа художник, мама художница, что он будет художником. И он на уроках рисования всегда пятерки получал. А я так себе рисовал, любил каляки-маляки рисовать, самолеты рисовать. Но никогда мне в голову не приходило. Потому что для меня было, знаешь как, вот есть высокое искусство, и есть я, который к этому никакого отношения не имели. Вот это разделение было. А когда я на фоне ключевых приемов лимитационных размечтался, что могу рисовать и буду рисовать только шедевры, размечтался. А эти приемы, эти приемы, они на самом деле, оказывается, вызывают в работе нашего мозга временное, функциональное, образно говоря, разъединение и соединение половин мозга. Вот разъединение, это такое состояние, как нейтральное положение в коробке передач автомобиля. А потом опять соединение, то есть переключили скорость. И получилось, что я вначале сомневающийся, что я буду рисовать хорошо, раскрепостился, потом размечтался на фоне приемов. И у меня там и произошло разъединение того, что было раньше, и соединение того, каким я хочу быть. То есть разомкнулось и сомкнулось. Но это так не чувствуется, вот так, чтобы я прямо чувствовал, как там размыкается, смыкается. Это и не нужно. Это просто происходит непосредственно у человека. Всегда, когда он раскрепощается в поток, например, входит там. Когда он песню поет, он входит в песню, забывает обо всем, он в потоке или выступает. Когда он раскрепощен, это состояние внутренней свободы. Вот это происходит. То есть я потом начал рисовать с чувством внутренней свободы. А до этого мне казалось, да какой я художник, да, вот, ну, мне даже в голову не приходило. Это потом появляется новая мироощущение. И вот очень много людей, я знаю, у них очень много талантов, очень много способностей, но эти таланты заперты. Они не реализовали себя. Потому что они не позволяли себе мечтать даже в этом направлении. И у них не было ключа. Ну, на самом деле ключ-то это то, что человек на самом деле инстинктивно делает. Он и когда бегает, например, мечтает о чем-то, и когда на барабане играет, и вот дама, например, сидит, вышивает, а сама задумалась, о чем-то думает, мечтает. И если у нее получается синхронизация, потом ее мечты начинают исполняться. Очень много людей мне пишут и говорят, да, я позволил себе помечтать, да, я вот несколько раз помечтал. Вначале ничего не получалось, а потом какой-то день я проснулся или проснулась. И вдруг заметил, да, дела стали складываться так, как я надумал себе. То есть позволил себе, позволил себе помечтать. Это интересное явление. Ну, вот у нас будет ликбез во вторник в 20 часов. И пускай все выходят туда и задают вопросы. Во-первых, я там показывать буду, как снимать невномышленные зажимы, как раскрепощаться. Потом, как делать левитационные движения. Потому что если не подходит одно, надо подбирать другое. И ты увидишь, и все увидят. Там же Zoom выходит. Там сотни людей выходят в Zoom. И они все будут это делать. Каждый будет подбирать под себя то, что ему подходит. Это вот при таком массовом обучении, условно говоря, обучении, индивидуальный подход. Потом сядет человек после этого занятия так называемого. Сделает взгляд рассеянный. Это стадия последействия. И вдруг почувствует. А почему бы и нет? Давай попробую. И жизнь начинает складываться по-новому. В лучшем качестве. В лучшем направлении. Потому что он как бы разомкнул две половины мозга. И замкнул. Уже в новом направлении. Уже в лучшем направлении. Уже в более успешном направлении. В более здоровом направлении. И там у него раскрываются все таланты. Он как цветок раскрывается. Потому что человек должен раскрывать свои способности. Вот у меня была книжка. Я тебе покажу еще в 96-м году. Она называлась «Защита от стресса». А здесь внизу написано главное. Как сохранить и реализовать себя в современных условиях. Так это в 96-м году было актуально. И вот посмотри. Вот видишь. Девочка делает прием левитационный. А эта книжка была рецензирована у меня тремя академиками. Академик из них первый был директор Института Сербского. Академик Морозов. А второй академик был директор Института философии. А третий был Забродин, профессор. Академик космонавтики. Психолог известный, выдающийся. И вот девочка из моего учебного видеофильма «Азбука саморегуляции для детей, родителей и педагогов», одобренная Минздравом России. Нет, тогда еще СССР. Тогда еще СССР. Которая была вот рекомендована для школы и так далее. А сейчас учебник по физкультуре для 10-11 классов профессора Матвеева. Там есть кусочек из метода ключ. Синкро-гимнастика по методу саморегуляции ключ. Да, учебник российский. То есть то, о чем я говорю, это не шутки. Это все проверено, это все испытано, это внедрялось. Ну, просто как обычно, у нас же происходили перетурбации социально-экономические в стране. И поэтому это все, как говорится, кто меня видел по телевидению Центральному еще в 90-х годах, они помнят. И сейчас бабушки, а тогда были они девушки, они вот когда меня снова видят вдруг на экране или в Ютубе, мне сегодня столько написали писем в Ватсапе. Просто обалдеть. Такое количество... Да, мы вас узнали, это же вы были тогда в 90-х годах. Я говорю, ну да, я там написал. Там много бабушек беспокоятся о своих внуках, внучках. Да, я специально сделаю потом для них, специально для них тему сделаю. Как помочь внучкам, как помочь внукам. Да, это очень интересно. Вообще наш Ютуб-канал, наша школа Человек Божьего, Хомофутурус, в принципе она предназначалась для того, чтобы дети, подростки развивали у себя волевые качества, творческие качества, могли в нужный момент быстрее снимать стрессы, использовать энергию стресса, как топливо для своих достижений, как стресс-трамплин. Стресс-трамплин, там есть у меня элементы ключ-2, а я их на Ликбезе тоже покажу. Пусть ко мне все заходят, и мы с тобой, вот посмотришь на Ликбезе, как будет интересно. Да, я тебя приглашаю, мы тоже там вместе будем. Придешь на Ликбезе в 8 часов, да? Конечно. Повторяю, ну отлично, а если к тебе зададут вопросы, ответишь там, будет интересно. Да, почему нет? Ну вот, видишь, как хорошо. Да, ладно тогда, отлично, отлично. Тогда я выпущу сейчас этот ролик, пусть и напишут комменты, какие бы вопросы хотели там на Ликбезе поднять. Ну, естественно, там будут и здоровые люди, и больные люди. Да, естественно, это всем помогает, и даже больным людям, потому что мне пишут там тысячи людей самых разных. А я же работаю всю жизнь, всю жизнь. Да, и мне еще задают, знаешь, какой вопрос? Как вы относитесь к современным психологам и психотерапевтам? Вот я сейчас пользуюсь случаем, хочу ответить сразу на эти вопросы. Очень хорошо отношусь к современным психологам и психотерапевтам. Конечно, они разные. Конечно, они разные. Но для меня, конечно, из прошлого века, ухтомский, ухтомский, да, это вообще величина. Это я говорю о людях, которых я очень так почитаю, как своих, ну, так сказать, условно, учителей. Ухтомский, потом Павлов, Иван Петрович Павлов, физиолог. А из современных был сейчас Чиксен Михаил, основатель теории потока. К сожалению, он буквально несколько времени назад умер. Он занимался поиском смысла, и он занимался определением 60 лет после Великой Отечественной войны. Он изучал во всем мире и в Америке, он изучал, значит, кто себя считает счастливым. И вот оказалось там, вот по теории его... Вообще, надо, чтобы все посмотрели в YouTube-канале, нашли бы Чиксен Михаил и посмотрели его выступления. Это профессор, выдающийся был в Америке, он венгер по происхождению. Это современник наш, им можно было гордиться, я очень им горжусь. Вот такая теория потрясающая. Да, но там как раз-таки об исполнении мечты, конечно. И там сказано, что 30% людей, которые уже дожили до ситуации, вот после войны Великой Отечественной, ну, у нас Отечественная война, там Великая война, они, когда уже вышли из стадии выживания, встали на стадию жизни, то 30% из них считали себя счастливыми, потому что они занимались любимым делом. И вот когда они уже были обеспечены на завтрашний день, что у них было как жить, когда они начали, еще раз повторюсь, не выживать, а уже жить, то 30% из них, которые имели любимое дело и занимались любимым делом, считали себя счастливыми. Потому что когда они занимались любимым делом, они входили в такое состояние, когда им прямо природа помогала. Вот композитор там писал музыку, допустим, ему музыка там прямо лилась, ему только оставалось записывать ноты. А там, ну, каждый, кто в спорте, кто в поэзии, ну, в любом любимом деле. Кто-то, может быть, огород сажает, тоже любимое дело, да. Когда человек занимается любимым делом, он чувствует себя счастливым. И поэтому они считали, что у них есть смысл в жизни. Это очень интересно. Я не могу в двух словах все это рассказать, пускай все посмотрят там. Чик, Сен, Михаил. А потом мне еще писали, как я отношусь к нашим современникам, где же академики. Да, есть много академиков. Там Чениговская, например, Курпатов, например, там психотерапевт. Ну, как я к ним отношусь. Вот есть люди, к которым я очень серьезно отношусь. Есть люди, которых я просто, как говорится, наблюдаю, смотрю, чем они занимаются по интернету. Да. Ну, так я к Черниговской, ну, с уважением отношусь. Курпату с уважением. Ну, я хочу сказать, что я нового там не увидел. А вот Чик, Сен, Михаил действительно новое показал. Ну, есть еще такие люди. Вот Анохин был у нас в прошлом веке, академик Анохин, теория функциональных систем. Потрясающе, потрясающе. Ну, знаю его сын, тоже академик сейчас. Ну, у него я не увидел ничего. Ну, бывает, у кого-то есть, у кого-то нет. Но они уважаемые люди, и все их смотрят. Интересно, они говорят очень умные вещи. Ну, вот те, кого я называю, они действительно создатели, да? Ну, потом Узнац был, потрясающая теория установки. Ой, много-много. Есть много, кого просто можно почитать, любить, обожать. Да, ну, ладно, я заговорился немножко. Хорошо. До встречи. Вопрос есть, может быть, у тебя? Ну, есть еще один. Вы сказали, что мечты, когда ты, ну, входишь в это самое состояние, они должны быть, они должны быть высоки. Ты не должен мечтать о малом. Есть какой-то предел у этих мечтаний? Нет, имею в виду искренне мечтать. А когда человек искренне мечтаешь, они высокие становятся. Вот я сейчас пример приведу, как это работает. На примере был такой Райков, Владимир Леонидович. Ну, короче говоря, он гипнотизировал детей и в гипнозе внушал, что они гениальные художники. То есть он сразу поднимал планку цели. Он не говорил им, что вы будете лучше рисовать, вы умеете рисовать. Он просто говорил, вы гениальные художники. Он сразу поднимал планку цели. Гипноз. И дети лучше рисовали, чем обычно. И Райков писал об этом и в психологическом журнале СССР. Ну, короче говоря, Райкова многие знали. У меня с ним были некоторые такие трения, потому что он всегда ходил за мной после моих занятий и все это снимал на камеру. Потом звонил на телевидение и говорил, вы его не показываете. А там, значит, его спрашивают, мне сказали, а почему его не показывать? А он говорит, а это же я ключ придумал. А что же ты, говорит, Володя, нам раньше этого не говорил? Чего ж ты гипнозом занимался? А ключ как раз для того, чтобы человек сам себя регулировал. Ну, у каждого человека бывает и свои ревности. Ну, люди есть люди, да, вот. Но на самом деле Райков дерзновенно додумался, додумался в гипнозе внушать именно сразу высокую планку цели. Вы гениальные. И они лучше рисовали. Другое дело, что надо было это делать без гипноза. Потому что я научился понимать, что то, что Райков делал в гипнозе, можно делать без всякого гипнотизера. Если человек раскрепощается, делает лимитационные движения, он и выходит до этого состояния свободного сознания, которое Райков делал с помощью гипноза. Оказывается, любой человек это может без всякого гипнотизера. Я понятно говорю? Пример этот я привел, чтобы было ясно, что то, что можно сделать под гипнозом, любой человек может сделать без всякого гипноза. Ну, просто надо знать технику саморегуляции, науку саморегуляции, надо знать, как раскрепощаться, надо знать, как мечтать в этот момент, что мечтания надо сопровождать левитационными движениями, которые надо подбирать. Ну, надо знать алгоритмы. Этому мы и учим в школе человек более силахом и футурус. Поэтому я главное сказал, что то, что можно сделать с помощью гипноза, можно и без гипноза сделать. Это очень важно. Ну, поэтому, ну, вот, допустим, человек отвыкает от каких-то вредных зависимостей, ему раньше кодировку делали. Да, ему делали там какой-то или реальный укол, или плацебо-укол делали, и теперь он не будет пить, допустим. И вот под страхом смерти он не пил. На самом деле, эта вот кодировка, на самом деле, была его невольной, косвенной гипнотизацией. То есть он под этим внушением ходил и боялся выпить. Это один из вариантов кодировки, потому что она разная бывает. Я просто говорю, вариант, который связан с внушением. То есть косвенное внушение может быть и такое. Ну, ладно, мы сейчас много говорить не будем. Я могу в следующий раз тебе рассказать обо всем этом. Если у тебя еще вопросы будут, я тебе много-много чего могу рассказать, потому что я готовил Марс 500, потом я занимался выведением людей из критических ситуаций, из средствовых ситуаций, и я обучал специалистов детских центров реабилитации по президентской программе «Дети России» еще в свое время. Я много чего делал. Я готовил военных на войну, я готовил военных после войны, я восстанавливал военных. Я обучал психологов МЧС, психологов образования, психологов Минздрава. Ну, я по существу первый человек, который без слаги выводил из острого стресса детей и взрослых, потому что в остром стрессе раньше была такая идея, что такого человека в остром состоянии трогать нельзя. А он не слышит просто слова психотерапевта в этом состоянии, он в шоке. А я выводил и потом учил психологов МЧС, как это делать. Поэтому, поэтому, я считаю, что опыт, который я могу тебе передать, и передать всем, которые придут там на ликбез, исходя из своего опыта, я же и врач, и психолог, и художник, и писатель, то есть в разных областях. Именно почему? Потому что я позволял себе мечтать и применял вот эти раскрепощающие приемы, потому что я всю жизнь был зажатым человеком. В детстве я был очень зажатым. И у меня была травма, видимо, какая-то травма, потому что я по утрам чувствовал себя очень плохо от недосыпа. Если я недосыпал и шел в школу, ну, я был очень старательный, я так хорошо учился, но это доставалось мне такой пыткой, потому что я все время ждал, когда же перемены, когда же можно двигаться, подвигаться, выйти на перерыв, понимаешь? И всю жизнь я этим страдал. Вот это соединение моей травмы, видимо, у мамы была, видимо, родовая травма. Я до сих пор помню, что я утром просыпался, еще маленький, у меня мушки перед глазами плыли. И я всю жизнь мучился. Я помню, как я в аэропортах по утрам мучился, я помню, что я мучился, если я не досыпал. Ну, в общем, суть вопроса в том, что надо досыпать, надо вот не утомляться, надо все это, и надо, конечно, разгружаться и хотя бы пять минут в день побыть самим собой, восстанавливаться. Ну, вот этому всему я и учу методом ключа. Вопросы есть? Нет, больше вопросов нет. Спасибо. Тогда до встречи. Давай. Да. Давай. До свидания. До встречи.